Приветствую вас и, собственно говоря, ваш вопрос, он раскрывается через такое определение, как личностный рост. Вот если угодно. Личностный рост – это развитие в себе таких качеств, как самодостаточность, самобытность, уверенность в себе, умение принимать себя, умение оставаться с собой наедине. Умение использовать уединение, в отличие от одиночества, являющихся добровольной формой, скажем, временной, изоляции себя от других. Нахождение плюсов в уединении и так далее. И по сути дела, если мы сейчас говорим с точки зрения другой уже позиции, речь идет о том, чтобы вы увидели, для чего вам нужно общение людей. Значит, для чего вам нужно общение людей, что оно вам дает, это самое общение людей. Почему вы в нем настолько сильно нуждаетесь, да, что ради этого вы боитесь ставить людей на место. А люди, естественно, этим пользуются и, соответственно, вам вредят. Вот, в принципе, по факту то, что между вами происходит, то, что с вами происходит. И по факту, именно в этом ключе вам и нужно действовать. Вот, допустим, пересадут с вами общаться, и что? Что вы будете делать? Что вы потеряете? Как это реализовать самостоятельно? Что еще или это люди, если они, значит, могут перестать с вами общаться, вот так вот, без всякого повода? Что еще или это люди, если они могут прекратить с вами общение, ну, только из-за того, что вы поставили их на место. То есть защитили себя, да, защитили свои интересы. Что еще или это люди, если они не понимают, что вы забудетесь о себе в этот момент? Зачем вам такие люди нужны? По каким критериям вы их выбираете? Ну,ужели вы не считаете себя, значит, так, ну, вы непонятных мужчин или женщин, Ну,ужели вы считаете, не считаете себя достойным человеком для более качественного общения, для более высокоуровневого общения? Если нет, если не считаете себя более достойным человеком, то почему нет? А если считаете себя достойным в глубине души, то почему ничего не делаете для этого, чтобы, ну, чтобы реализовать это? Вот, собственно, такие вот вопросы вам и нужно, значит, себе задать. Это и есть личный смысл. Далее, значит, вы боитесь, что люди перестанут общаться с вами? Ну, собственно говоря, проблем может идти, и в том числе и с детства. То есть вот страх определенного одиночества, страх определенной изоляции, определенной беспомощности. И вполне возможно, что имеет смысл проработать именно то, что было с вами в детстве. Но я рекомендую вам спрашивать себя так. Вы боитесь, что с вами перестанут общаться? Мы на данный момент общаемся, общаемся, значит, ничего не произошло, нет, чего бояться? И последнее. Если все-таки перестали общаться, так ли это страшно для вас? Действительно ли это страшно для вас? Если да, то почему в чем? Попробуйте рационализировать свой страх. Именно рационализация страха поможет вам его принизить. Но не подавить, подавлять не нужно. Если вы боитесь одиночества, значит, у вас есть какая-то потребность, которую вы пока не осознаете, и которую вам нужно реализовать. Вот и подумайте об этом. Подумайте, что вы получаете, что вы получаете через общение. И вам будет понятнее. Вам будет понятнее, откуда проблемы, и почему вы так зависны. Второе. Личные границы. Вы говорите, что если поставить человека на место, он перестанет общаться. То есть вы не ставите людей на место, оправдывая себя тем, что вы боитесь, ну, боитесь, что он перестанет с вами общаться. А может быть, дело не в этом. Может быть, вы просто боитесь поставить людей на место. Может быть, вы не уверены в себе. Ну и неуверенность на себе, понятно, она есть, но может быть она проявляется и так, на более глубинном уровне То есть вы представляете все так, что причиной является ваш страх, что с вами перестанет общаться Но может быть, страх, что с вами перестанет общаться, это не причина, а это следствие вашей неуверенности в себе Ведь с вами-то общаются, потому что вы интересный человек, а если вы ставите людей на место, вы же не перестаете быть интересным человеком, правильно? Значит, вы считаете себя человеком, с которым можно перестать общаться Вопрос в том, почему, вот об этом тоже стоит подумать На этом все, надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи!